В эфире программа «Званый гость». Меня зовут Юлия Броско. Здравствуйте. С 18 по 23 июня в Минске прошел международный тренировочный лагерь нападающего национальной сборной Беларуси по хоккею и клуба НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Михаила Гробовского. Поподробнее об этом лагере и о том, скольким гродницам посчастливилось поучиться у известнейшего хоккеиста страны, поговорим сегодня со спортивным психологом Екатериной Буча. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень рада вас приветствовать в нашей студии. Екатерина, ну начнем, как говорится, сначала. В этом году тренировочный лагерь Михаила Гробовского прошел в пятый раз. Кто мог принять участие в этом мастер-классе и много ли гродницам было среди участников? Участие принимали ребята с 99-го года рождения, несколько человек 2000-го, а из Гродно был заявлен один человек. Только хоккеисты, правда? Конечно. Расскажите, что они делали в этом тренировочном лагере? В этом лагере они готовились к дальнейшему сезону, но самое важное это было показать ребятам, как работают за границей хоккеисты, как они тренируются, как оно должно быть на самом деле и вдохновить, ну как дать заряд, что ли, на сезон получается. Они чему-то учились, правильно я понимаю? Я знаю, что вот они проводили время на земле и время на льду. Что это такое? Как они разграничиваются? Ну это разные тренировки специальные. На льду они обучаются технике, тактике и, допустим, если нужно, элемент катания или еще каким-то нюансам. А на земле это техника, стоп, движение и так далее, то есть физическая подготовка специализированная. Знаю, что, вообще расскажу нашим телезрителям, что тренировочный лагерь называется Кемп у спортсменов, правильно я понимаю? И в этом году Кемп Михаила Гробовского назывался Профессионал 2015. Никогда не сдавайся. Почему именно так? Никогда не сдавайся, это девиз Миши, и он всегда, ну как бы он решил однажды назвать так лагерь, вот. И в принципе это правда, потому что нужно бороться, не сдаваться. Это на самом деле, и какие бы трудности ни были. Согласна полностью. В этом году тренировочный лагерь прошел в пятый раз. Каждый год это одно и то же или что-то разнится? Честно, я была первый раз, но со слов тренеров, они говорили, что это стало лучше, вышло на новый уровень, потому что в этом году подключилась федерация хоккея, вот. И много было спонсоров, поэтому это совсем другой уровень. Приехали тренера из Канады, Америки, было очень интересно. Много наших белорусских тренеров принимало участие. Екатерина, вот поскольку часов ребята занимались, сложно ли было это все, и вот как тренеры, какую манеру, может быть, подачи материала они выбирали? Очень все было дружно и вдохновляюще, потому что Крэг Вудкрофт очень умеет вдохновить, и он очень тонкий психолог. А все вот эти хоккеисты, юные хоккеисты, 2000 год, 99 год рождения, как они понимали на английском языке? Был переводчик, несколько было переводчиков. Один был рядом с Вудкрофтом, а второй с Тоддом Норманом. То есть такой языковой барьер преодолевали? Да, ну очень тренера быстро осваивали русский язык и очень старались, быстрее, чем мы английский усваивали, и старались говорить по-русски. Это так приятно на самом деле. К концу кемпа Норман уже спокойно считал по-русски, команды по-русски многие давал. Это здорово. То есть талантливые люди все-таки талантливы во всем, даже в изучении языков. Екатерина, вот надо сказать, что читала ваш отзыв об этом кемпе, прочитала, что эти дни стали самыми лучшими в вашей жизни. Почему именно так? Очень вдохновляет, потому что в тренерском штабе было приятно работать. Все были одной большой командой, и ощутить на себе вот это, и учиться рядом с такими людьми, как Михаил Норман, Вудкрофт, это обалденно. Ну и наши тренера, были собраны лучшие тренера в Беларуси, и ребята все очень талантливые, все очень прекрасные. Была Анжела Катюга, наша конкобежка, и с ней было очень приятно тоже работать, общаться. Вдохновляющий кемп на самом деле. А вот как вы там оказались? Почему пригласили именно вас? Не пожалели ли о том, что поехали? Нет, конечно. Я очень благодарна Федерации хоккея за то, что она меня пригласила, и доверили поучаствовать в кемпе, получить такой опыт колоссальный. Поняла, спасибо. Вот ваша оценка этого мероприятия? Вот именно вам как психологу. Вот вам как психологу, что понравилось, что может быть не понравилось? На что, может быть, стоит еще уделить внимание? Понравилось взаимоотношение тренерского состава, и как работали с ребятами, и как ребята себя вели. То есть все было очень профессионально на самом деле. Слово, девиз «Профессионал 2015» действительно очень высокого уровня, и это задает темп другим тренерам подтягиваться и на таком уровне работать. Екатерина, вот вы там не просто принимали участие, вы не просто наблюдали за работой, вы проводили анкетирование среди участников. Расскажите, на что было направлено это анкетирование, и какие, может быть, недостатки юных хоккеистов показала она? Анкету мне прислал Михаил еще до начала кэмпа. Мы ее подготовили, адаптировали для наших ребят, и суть ее была в том, чтобы определить мотивы ребят, для чего они едут на кэмп, какие у них сильные и слабые стороны. Просто понять, кто такие ребята, с чем они приехали, и что их интересует. Вот знаю, что по результатам этого анкетирования вы провели тренинг, на что был направлен он. Когда я по ходу кэмпа обрабатывала анкетки, я обнаружила, что большинство ребят не совсем правильно ставят цели по достижению результата. Потому что я с этим сталкиваюсь часто, и, наверное, пока это еще нормально и для их возраста, и взрослые люди не все умеют эти цели ставить. Но я подумала, что будет здорово рассказать ребятам о том, как это правильно делать, потому что это ребята, которые участвовали в кэмпе, они претенденты на сборную У-17, и через несколько лет многие из них будут защищать честь страны на чемпионате мира. Поэтому, если они будут правильно формировать свои цели, это будет здорово. Я об этом сообщила тренерскому составу, и мы решили провести такой тренинг для них. Здорово. Вот, кстати, о целях заговорили мы о них, сказали вы о том, что даже не все взрослые умеют ставить их перед собой, а как же научиться это делать? И насколько это важно в жизни? Правильная цель? Ну, правильная цель, она важна для того, чтобы ты добился правильного результата, того, которого ты действительно хочешь. Потому что вот есть такая фраза у спортсменов, ну, бросать куда-то там поворотом. Я всегда говорю, бросая куда-то там, попадешь куда-то там. Вот, поэтому тоже можно сказать, что хочу попасть в НХЛ. Можно купить билет и поехать смотреть матч, а выиграть кубок Стэнли — это совсем другая цель. Полностью согласна. То есть, каждая мысль наша материальная. Мы должны правильно формулировать и правильно делать этот посыл в космос, что ли? Не только в космос, но и ставить перед собой конкретные задачи. Даже самый простой пример. Вот у нас стоит стакан, например. Ты же своему мозгу даешь команду взять стакан, и ты точно направляешь свою руку куда необходимо. Если бы мы просто по столу водили рукой и пытались где-то здесь взять стакан, соответственно, мы бы долго его искали. Вот принцип такой же. Поняла, спасибо. Очень интересная точка зрения. Кстати, читала, что кем, про который мы сегодня говорим, он был благотворительный. На что были направлены деньги? Деньги были направлены в помощь онкобольному ребенку. Ребята сдавали примерно сумму эквивалентную 100 долларов, причисляли на счет определенный, чтобы помочь. Потому что полностью кем был организован при поддержке Михаила и спонсоров федерации. Кстати, Михаил Грабовский, такая уникальная личность, на мой взгляд, известнейший хоккеист. Вот ваша оценка этого человека как личности. Звездный он, хороший. Как можно легко ли с ним найти общий язык? Абсолютно легко. Простой, очень веселый всегда. И очень легко с ним общаться. Как будто всю жизнь знакомый. Даже так? То есть с ним легко можно стать друзьями? Конечно. Это здорово. А вот вообще такие тренировочные лагери, ваша оценка, насколько они эффективны? И нужно ли что-то проводить подобное в Гродно? И может быть проводится уже? Ну, кемпы, лагеря тренировочные проводятся постоянно. Просто у них разный уровень подготовки. Именно такого уровня, конечно, было бы здорово, чтобы у наших ребят Гродненских тоже была такая возможность. Потому что это возможность стать более профессиональным и научиться профессионально относиться к своему делу. То есть такие лагеря, они всегда очень результативны? Конечно. Мотивируют, наверное, ребят, наставляют? Да. Они показывают, как это надо, чтобы они понимали и стремились, знали, к чему им стремиться нужно. Здорово. А вот спортивная психология, вы у нас все-таки представляете это направление, оно довольно новое, тем более для нашего города. Востребовано ли оно? Да, постепенно востребованность растет, обращаются спортсмены разных видов спорта и очень активно с ними работаем. Спасибо. Екатерина, вот вы знаете, каждую нашу программу мы стараемся сделать полезной нашим телезрителям, поэтому давайте дадим им несколько практических советов. Например, вот все мы волнуемся, перед нами, не знаю, важный бросок, очень важный матч у тех же спортсменов. Просто выступление на сцене или перед большой аудиторией. Мы не знаем, как справиться с этим сволнением, переживаем. Что посоветите в такой ситуации? Прежде всего, верить в себя. Это самое важное. И ты много тренировался, готовился к этому. И просто нужно выйти и хорошо выполнить свою работу. Если мы боимся людей, аудитории, которая перед нами, нужно представить, что это твои друзья. И мысленно можно представить, как ты подошел и каждого по плечу, по-дружески похлопал. Вот это касается выступлений перед большой аудиторией. А перед броском просто вспомнить и сконцентрироваться на своей работе и вспомнить, что ты это уже делал, ты готовился. И точно так же даже перед экзаменом. Ты учил, ты знаешь. Значит, тебе просто нужно выйти и сделать это. Спасибо. Мне кажется, что сейчас спорт становится, скажем так, данью моди. У нас буквально каждый второй иногда ходит в зал, что-то там делает, чего-то там тренируется. Вот согласны ли вы с тем, что спорт может становиться тоже данью моди? Спорт – это профессиональная работа. А дань моди – это фитнес, хотя и называют по-разному. Ну, то есть одинаково, точнее, называют все это спортом, но это разные вещи. И то, что сейчас люди увлекаются фитнесом, это здорово, потому что они более здоровые становятся. Главное, конечно, технику соблюдать, и чтобы все правильно было. Спасибо. А вот тоже спрошу вас, как у психолога. Каждый из нас иногда устает, и он знает, что вечером ему идти на тренировку, в зал, не знаю, на фитнес, куда угодно, на пробежку. И кажется, ну, вот сегодня я так устал, схожу завтра или послезавтра. Как научиться не откладывать вот все то, что нужно сделать сегодня на все последующие дни? Вспомни свои ощущения, когда ты это сделала, пошла на тренировку, и ты была счастлива в этот момент. Вспомни до того, как тебе, кажется, можно отлинять, как ты себя чувствовала, какой адреналин у тебя был, какое ты удовольствие получила. И подумай, что если ты это сделаешь, ты будешь молодец, и ты действительно будешь чувствовать вот это ощущение радости, что да, я справилась, да, я это сделала. Спасибо огромное. И такой вопрос у меня возникает. Вот синдром эмоционального выгорания. Этот синдром свойственен представителям различных профессий, а вот спортсменам. Да, тоже такое бывает. Это у всех такое бывает. А как с этим справиться? Даже вот не обязательно спортсменам. Всем нам, всем тем, кто много общается с людьми, всем тем, у кого творческая и не очень работа. Как не перегореть? Научиться распределять рационально свои силы. Это самое важное. И давать себе отдыхи. Если в течение дня делать небольшие отдыхи по пару минут, если работа сидячая и много приходится проводить за компьютером, например, делать перерывы, встать, походить, это намного упростит работу. Чаще ездить в отпуск, отдыхать, небольшие перерывчики себе делать, находить приятные увлечения, занятия, чтобы было переключение. И помнить о том, что если мы в костер бросим очень много дров, он сгорит быстро, и от этого огня будет тепло всем. Но он быстро потухнет. А если мы в костер будем подбрасывать дрова аккуратно, постепенно, он будет гореть очень долго и будет нас очень долго греть. Спасибо огромное. А мы вернемся к тренировочному лагерю, с которого вы совсем недавно вернулись. Будет ли он в следующем году? Думаю, да. Ребята говорили, что он будет каждый год, и я, насколько поняла, каждым годом он будет все совершеннее и совершеннее. Думаю, что туда стоит отправлять как можно больше гродненских молодых хоккеистов. Конечно, было бы здорово. Екатерина, и в завершении нашей встречи фестиваль «Солнечный ветер». Мы говорили о нем в нашей студии, но не с вами, к сожалению. Знаю, что вы тоже имеете к нему непосредственное отношение. Вот вообще ваша оценка, как он пришел в этом году и будет ли в следующем? В этом году он прошел, я думаю, успешно. Для нас это был первый опыт такого масштабного мероприятия. Приехало очень много коллег со всей Беларуси. Ну, да, тоже вдохновляет очень. А в следующем году будет? Будет, и будет уже осенью, примерно в конце октября. Мы планируем еще один фестиваль. Приедет также много психологов? Мы надеемся. Это хорошо. Вам спасибо огромное за этот разговор. Всегда рады, когда вы приходите в нашу студию. Спасибо. Очень взаимно. Любой мастер-класс – это крайне полезное времяпрепровождение. Вы узнаете что-то новое, общаетесь с интересными людьми, получаете заряд приятных эмоций и огромное желание развиваться. Поэтому, если возникает возможность посетить такую встречу, обязательно воспользуйтесь ею. Вы смотрели программу «Узываны», гость на телеканале «Гродно плюс». Меня зовут Юлия Броско. Еще увидимся.